Я стояла возле касс в магазине Дрогос, когда сообщили об опасной ситуации. За мной стояла женщина с тестом на беременность. Я улыбнулась и спросила продавца, нужно ли платить или стоит эвакуироваться. Она ответила, платите. Вышла из Дрогос, смотрю, а кассиры максимум продолжают обслуживать клиентов. Меня сбило на землю и прижало свалившейся полкой с товарами. К счастью, она частично скользнула по плечу, и я все же мог двигаться под ее весом. Вокруг на полу лежали люди, кругом были куски бетона, пыль и обломки конструкций. Я выбирала апельсины. Вдруг грохот, что-то летит с потолка. Я побежала к выходу. Люди, темно, спотыкаемся, бежим, а с потолка вслед что-то падает. Подбегаем к выходу. У дверей толпа. Все кричат, откройте дверь. Из-за людей ничего не видно. Потом разбили стекло, и все начали проходить через дырку. Я цепляю штаниной, падаю, по мне бегут люди. Меня кто-то вытащил, и все. Я не эксперт, но как спасателя меня удивила хрупкость бетонных перекрытий. Их можно было разламывать плоскогубцами, домкратами, молотками. На тренировках с бетонными конструкциями было намного тяжелее. Я здесь проводила занятия по-английскому, а дочь гуляла, ждала меня в Максиме. Потом мы идем всегда здесь по вторникам, четвергам покупаем продукты. А этот раз я уже увидела, что что-то не то. Потому что машина и все, и телефон ее не отвечает, мобильный. Не всем удалось выбраться из железобетонного месива. В этот вечер десятки семей так и не дождались возвращения домой близких и родных людей. В списке погибших – догупелчанка Элга Грузде. Девушка, которая 8 лет назад в шоу-конкурсе «Дива» завоевала титул «Убийцы Мисс». Оборвалась жизнь доброго, веселого, светлого, любящего и любимого человека. Именно такой она навсегда останется в памяти своих родных, одноклассников, друзей и педагогов. Последняя моя встреча с Элгой была в телевидении латвийского проекта «Изменись, стань другой». Я увидела ее в ролике, она захотела поучаствовать, изменить свой имидж. Она останется в памяти у меня такой яркой звездочкой, красивой девочкой, активной и доброй. И я соболезную родным и близким ее. Пусть такая беда не встретится больше ни у кого. Элга закончила 12-ю среднюю школу, поступила в Рижский технический университет. После его окончания работать по специальности не стала. Выдержав большой конкурс, Элга связала свою жизнь с небом и самолетами. Девушка стала стюардессой. Здесь же она встретила свою большую любовь будущего супруга. Их счастье было недолгим и закончилось в четверг вечером 21 ноября 2013 года. Похороны Элги пройдут 26 ноября на кладбище Аулес в Красновском крае. Проститься с Элгой можно будет во вторник в 10 часов утра в костеле непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Начало службы в 11 часов. Сегодня жители Латвии хотят получить ответ на самый главный вопрос. Кто виновен в этой чудовищной трагедии, которую президент Латвии Андрис Берзнич назвал массовым убийством безвинных людей. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нарушения строительных норм. В разработке находятся три версии. Ошибка в проектировании, некачественное строительство объекта на первом этапе, проведение строительных работ на втором этапе. К расследованию привлечены научные сотрудники Рижского технического университета. Но уже сегодня независимые зарубежные эксперты заявляют о том, что главной причиной обрушения крыши торгового центра «Максима» стало неправильное соединение металлических конструкций. Хочется верить, что все, кто виновен в массовой гибели людей, будет наказан, и ни один из них не уйдет от ответственности. Ну а сегодня наша помощь и наше внимание нужны тем, кто потерял в этой трагедии маму, папу, дочь, сына, жену, мужа, друга. Не ждите, когда они обратятся к вам за поддержкой. Позвоните им первыми. Важно понимать и быть в контакте с человеком, который потерял близкого человека, чтобы понимать о том, в какой стадии он находится. Или он застрял на этой стадии отрицания и шока, и прошло полгода, а он все как в тумане живет, и ему кажется, что вот, ну, как бы он говорит, что, ну, как будто вышел. Или все-таки эта стадия проходит, и он переходит в другую стадию. Нам очень важно обращать на эти вещи внимание, потому что живое общение, присутствие, оно действительно разделенное горе, оно уменьшается. И пользуясь случаем, я хотела бы сказать, что мы даем вам два телефона, по которым вы можете позвонить, и мы абсолютно бесплатно предлагаем психотерапевтическую помощь тем людям, которые в связи с этой ситуацией чувствуют себя потерпевшими. Первый телефон – это 29-165-338. И второй телефон – 2-9-6-3-7-6-8-1. Ни один житель Дагу пился не остался равнодушным к этой страшной трагедии. Сотни свечей в пятницу зажглись возле магазинов «Максима». И сегодня горожане продолжают возлагать цветы и зажигать свечи, скорбя и безвина погибших людях.